Здравствуйте! Это программа «Красота и здоровье» на телеканале ТУВА-24 в студии Инна Клаян. Сегодня мы поговорим о гимнастике, а именно о воздушной гимнастике. Гость моей программы – артист цирка, педагог цирковых жанров, руководитель цирковой студии Ника Мангуш. Здравствуйте! Здравствуйте! Ника, расскажите в целом о воздушной гимнастике. Вообще есть разная гимнастика. Есть воздушная гимнастика, спортивная гимнастика и просто гимнастика. Еще художественная гимнастика. Я преподаю воздушную гимнастику. Это относится к цирковому жанру и к воздушному спорту. Воздушная гимнастика бывает разная. Расскажите, что такое вообще гимнастика в целом? Гимнастика – это работа тела, это выносливость тела, это все возможности тела человека. В воздушной гимнастике это своего рода и сила, выносливость, и очень хорошая гибкость тела, растяжка. Какие виды там есть? В воздушной гимнастике очень много направлений. Есть групповая гимнастика, это групповые воздушные номера, Есть сольные номера, в которые включают в себя различные реквизиты и жанры. Например, я преподаю в основном деткам воздушные полотна, воздушное кольцо. Также есть воздушные ремни, воздушный канат, кардопарель и другие виды направлений. Сложно удается? В первый раз? В первый раз. Вообще воздушная гимнастика – это именно на высоте. Сложность заключается в том, что страшна именно высота, привыкать к высоте. Потом, когда человек привыкает к высоте, умеет совладать со своим страхом, тогда уже идет конкретная сосредоточенность, своего рода даже медитация. Я знаю, что на этих полотнах растягивают мышцы, то есть можно сесть на шпагат. Расскажите, почему именно так удобно? Наверное, это от того, что когда человек лежит, висит или в какой-то позиции на воздушных полотнах, у него идет утяжеление за счет своего веса, притяжения к земле, идет растяжение мышц в этом положении. Или, например, воздушные полотна, именно как полотна, помогают дотянуть. Можно замотать полотно за ногу и как веревку вот так вот себя дотягивать или растягивать, помогать поднять еще больше усилий, прилагать, чтобы было больше результатов. Как растянуть свое тело? Растянуть свое тело ежедневными, стабильными ежедневными тренировками, иметь желание, чтобы был результат и, наверное, сила воли, стремление. Потому что растяжка, есть разная растяжка, есть щадящая растяжка, это когда человек растягивается до той поры, когда ему комфортно. А есть вот именно в спорте очень часто, да, где растягивает прямо через предел возможностей кота, через болевые ощущения или еще что-то. Там, конечно, очень упорно бывает, прям конкретно жестко бывает. И тогда там нужно все равно аккуратно. Да, да. Ну, все растяжка очень травмоопасна сама по себе. Если неправильно тренер будет работать с ребенком или вообще с любым человеком, то можно легко, очень легко травмировать человека, и это может остаться травмой на всю жизнь. Поэтому с растяжкой нужно быть всегда аккуратной и предельно чувствительной. В воздушной гимнастике, наверное, надо все части тела растягивать, все мышцы точнее. То есть это спина, это ноги, это руки, шея, наверное. Совершенно верно, да. Для воздушной гимнастики вообще в целом нужно иметь очень гибкое и развитое тело. На любом воздушном реквизите нужно делать такие элементы, скажем так, такие трюки, которые для обычного человека, для повседневного, который вот если пришел с улицы, невозможно сделать. То для этого идут усиленные тренировки именно и растяжкой, чтобы развить возможности тела до, я не знаю, даже не до, а максимально, насколько у каждого человека этот предел есть и свыше этого предела. Допустим, месяц прям жесткой тренировки, чтобы растянуть мышцы, чтобы сесть на шпагат. То есть получится за месяц, если вот каждый день заниматься? Ну, результат через месяц может быть хорошим в любом случае, если заниматься почти каждый день. Ну, я бы рекомендовала делать это так. Допустим, два дня заниматься, один день обязательно отдыха давать, потому что когда мышцы растягиваются, если жестко растягиваются, то это идет нагрузка. Ну вот как мы спортом занимаемся, там бегом-бегом, вот мы устали, уже сил нет убежать, и нам нужно отдохнуть, чтобы у нас открылось там второе дыхание, или чтобы мы снова начали бежать. Так же и в растяжке, когда мышцы растягиваются, то они всегда напрягаются очень сильно. Какой-то свой предел возможностей расходуют, им нужно отдыхать, чтобы потом дальше еще лучше себя растягивать, чтобы мышцы еще лучше растягивались. В домашних условиях возможно так? Или нужно обязательно с тренером? Ну, в принципе, тренер нужен для того, чтобы грамотно растягивать, чтобы подсказать человеку, как грамотно растягивать и не травмировать самого себя. То есть если сам в домашних условиях будешь растягиваться, то есть вероятность, что где-то там перетянул, где-то неправильно травмировал связку или еще что-то, а это потом очень тяжело лечить. Тренер нужен для того, чтобы грамотно подходить к растяжке. Что дает гимнастика детям в будущем? Те дети, которые занимаются в целом, общее развитие точно гарантируется. Дети больше координированы развитие мышечно, телом развитие гибкости, которое дает детям лучше чувствовать себя, общее здоровье для детей. И в целом, если именно с профессиональной точки смотреть, то гимнастика, у детей, которые занимаются воздушной гимнастикой, есть несколько направлений. Это идти в какой-то спорт, а также можно идти именно в творческом направлении. Это вот цирковая гимнастика, где артист цирка, воздушный гимнастик, может себя реализовать в творчестве. Ника, сколько у вас воспитанников и возрастного ограничения? Воспитанников именно в цирковом направлении нашей студии, их примерно 60 человек. Возрастное ограничение мы, ну, лично наша студия набирает с 5 лет, потому что у ребенка более-менее к 5-6 годам уже развито внимание, более-менее координированность, и они могут сосредоточиться на тренировках и быть в процессе. Более младшего возраста можно заниматься, но с ними это лучше работать, скажем так, индивидуально, потому что более младшего возраста дети не могут свое внимание сосредоточить, и с ними нужно прям такой индивидуальный, тонкий подход с детьми. А вот более старшего возраста, ну, наверное, я бы сказала, даже можно взрослым заниматься, никогда не поздно. Ну, уже просто разный уровень. Для более хороших результатов, которые хотят дальше идти на соревнования или участвовать для дальнейшей творческой профессии, то детям, наверное, школьного возраста начинать, ну, не позднее, наверное, 14 лет. Вот так. Когда, или даже не позднее 12 лет, потому что в этот период активного развития, когда детский организм более-менее еще пластичный, поддается корректировкам и развитию, чтобы, например, какие-то неправильности в развитии ребенка можно было скорректировать и направить в правильное русло, вот. А так в целом можно даже и взрослым заниматься. У меня есть несколько учеников, скажем так, которые хотят, вот взрослые, там, подростки, там, старше 20 лет, которые просто интересно заниматься, и они ходят ко мне заниматься. Им это очень нравится. То есть у вас от 5 и до 30, 40, да? Да, кто сколько себя чувствует. Вот если вот даже придет в 40 лет, вот он чувствует себя хорошо, и говорит, я хочу попробовать. Почему бы и нет? Конечно, можно. Можно. Ника, я знаю, что вы окончили государственное училище циркового и эстрадного искусства. Почему именно эта сфера? Как вы попали в него? Это интересный вопрос для меня, потому отвечу так. Когда я была школьницей, подростком, как многие бывают школьники, подростки, я была в поиске. Я на самом деле не знала, куда я хочу пойти. Вообще мне не было ответов на этот вопрос, кем я хочу быть. И я в свое, вот школьный возраст, я думала много, кем хочу быть. Я попробовала учиться в Козыле, в колледже искусств тогда, учил на отделении хореографии. Но это было, наверное, не мое. Мне было очень легко учиться на отделении хореографии, но мне что-то не хватало. И мне предложили поехать поступить в цирковое училище. А я тогда о цирке мало что знала. Наверное, как общепринятый, обычный человек, что знает о цирке? Ну, что это акробат, гимнасты и что там животные. Да, да. Все, клоуны. Все. А что это, как это, вообще ничего не знала. И мне было интересно. Я так готовилась к вступительным экзаменам, очень сильно готовилась. И когда я туда поступила, мне так понравилось, что я прям посвятила всю оставшуюся дальнейшую жизнь этому искусству. За сколько лет вы уже занимаетесь? Получается, с 16 лет, как я поступила в цирковое училище. Так, зрители же не знают, сколько вам лет. 17? Нет, 16 лет. Я уже занимаюсь этим 16 лет. Вот упорство называется. Что дает вам эта профессия? Что для меня это дает? Ну, наверное, для меня дает молодость, активность, развитие. Для меня это дало возможность развиваться у себя в республике как тренер, как наставник, как руководитель. И развитие творческого потенциала не только себя, но и других людей. Я, наверное, состоялась как артистка, цирка. Проработала во многих контрактах, заграничных поездок. Побывала много где. И поучаствовала на масштабных массовых мероприятиях, таких как Олимпиада, универсиада, разные чемпионаты, открытия шоу, даже Евровидение было. Это дало мне расширить свой кругозор, как это бывает, как это вообще происходит. Посмотреть кухню изнутри и попробовать это все развивать в нашей республике. Что вы можете посоветовать новичкам, тем, кто хочет поступить, допустим, в цирковую, и, наверное, кто хочет стать воздушным гимнастом? Самое главное, чтобы я дала таким людям совет, это упорство, не сдаваться. Это очень тяжелый труд быть артистом цирка, быть воздушным гимнастом. Физический труд, труд над собой, над мотивацией, над силой воли, где нужно терпеть, преодолевать, перешагивать через себя, через не могу, через не хочу, и иметь конечную цель, чтобы этот тяжелый путь преодолеть и дойти до конца. А если человек боится высоты, но он хочет стать воздушным гимнастом, как быть? В целом, я вам скажу так, бояться высоты – это нормально и это естественно. Я тоже боюсь высоты. В свое время мне было очень страшно. Это нормально. Сейчас уже как бы нет этого препятствия? Есть чувство страха, но я умею совладать с этим чувством страха и концентрировать свое внимание на своей работе, чтобы было все четко, без травм, без тяжелых последствий. Нужно уметь совладать со своим страхом. Это самое главное. А бояться – это естественно. Ну что, Ника, спасибо, что пришли к нам в студию и поделились интересной информацией. Вы очень удивительная девушка. Спасибо большое. Это была программа «Красота и здоровье» на телеканале ТУВА-24. В студии была Инна Клаян. И гость программы – артист цирка, педагог цирковых жанров, руководитель цирковой студии Ника Мангош. Будьте здоровы и не болейте. Ну а мы встретимся на следующей неделе.